Под палящим солнцем кузов и салон автомобиля нагреваются настолько, что даже сама мысль о том, чтобы сесть в машину, отпугивает от поездки. Ну а те, кто выехал в такой день, рискуют либо сами встать на дороге с перегревшимся двигателем, либо простоять в длинной пробке за словно чайник с закипевшим автомобилем. Нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости, которая находится в системе охлаждения. Хотя бы раз в неделю требуется проверить уровень масла. Если мы видим, что идет нагрев-перегрев, то сразу выключать двигатель. Если еще в движении, то тогда надо уже здесь по ситуации смотреть. Еще можно открыть капот, включить обогрев салона для того, чтобы печка забрала часть избыточного тепла. И ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка, так как можно обжечься горячей жидкостью. На бензонасос советуют положить мокрую тряпку. У каждого автолюбителя есть свои варианты для подобной ситуации. Может времени вентилятора лопну, может грязный радиатор. Я не имею в виду внутри, а снаружи. Просто его, допустим, пухом забивает, когда пух летит, пухом забивает. Это проблематично. Тащить машину куда-нибудь, чтобы не создавать пробку. У меня друг на «Газели» буквально вчера час стоял на Красноармейке. Ждал. Минералкой поливал. Да двигатель сам поливал. Что еще оставалось делать? Потом себя поливал. Чтобы солнце не выжигало панель приборов, салон машины могут защитить шторки и отражающий экран, установленный под лобовым стеклом. Кроме этого, рекомендуется чаще мыть автомобиль, так как от малейшего загрязнения, к слову, птичьего помета, краска выгорает пятнами. Мыть машины желательно два раза в неделю и покрывать кузов полиролью. В жару перегревается двигатель, кузов раскаляется так, что не терпит рука. В салоне плавится пластик. В такое время страдают не только машины, но и люди. Так, если на улице за 30, то в салоне воздух прогревается свыше 50 градусов. Сидя в машине, можно получить тепловой удар. Среди основных симптомов – головокружение, тошнота, дрожь в теле и общая слабость организма. Настоящим испытанием для человека становятся перепады давления. Часто требуется помощь медика. Расстегнуть ворот, растягнуть стягивающую одежду, перенести или вытащить из автомобиля в прохладное место, в тень. Ну и положить влажный платок, тот же носовой платок, на лоб. Смочить виски, потереть уши, кончики ушей. Даже потереть большой палец на руках. Он тоже очень чувствительный и восстанавливает все эти сосудистые нарушения. Глобальное изменение климата в последние годы дает о себе знать. И аномально жарких дней в наших широтах становится все больше. Если сани на зиму готовят с лета, то теперь готовиться заранее нужно к испытанию зноем.